До Евро планируют закончить две основных развязки – Ясиноватскую на северном выезде из Донецка и участок Запорожской трассы. Последние начали реконструировать в конце лета. Из-за этого закрыли магистраль на выезде из города. Обещали завершить строительство в конце марта. Больше всего ждут окончания работ водители, которые каждый день ездят через микрорайон Текстильщик в соседние города. Из-за закрытой трассы весь поток машин идет в центр Донецка. Поэтому по улице Петровского всегда пробки. Чтобы проехать этот перекресток, автомобилистам приходится ждать по 30-40 минут. Много очень. Довольно с утра особенно и вечером. В пятницу, в субботу очень много машин. Юго-западное направление здесь. Углидар, Запорожье, все поселки, все села Курахово. Все в этом прошении идет через Петровский район, Кировский район. Все. И неудобства страшные. Особенно затрудняется площадь Свободы, Текстильщик, площадь Свободы, Ждановская развилка. Участок Запорожской трассы рассчитывали закончить в кратчайшие сроки, говорят застройщики. Но помешала погода. Из-за очень низких температур зимой на 60 сантиметров промерзла почва. Теперь ее нужно менять. Длина нового участка дороги чуть больше 6 километров. Толщина асфальтового покрытия здесь будет 80 сантиметров. Так же, как на европейских трассах. Однако пока его еще нет. За два месяца до Евро здесь все еще ведут земляные работы. Работают для смены и вывели все имеющиеся силы, говорят строители. Здесь ежесуточно задействовано 150 человек и 40 машин. К евро, говорят, постараются уложиться. Ведь именно по этой магистрали на тренировочную базу шахтера будут приезжать французские футболисты. Все коммуникации уже перенесены, переустроены. Искусственные малые и большие сооружения практически готовы уже. Осталось дело за дорожной одеждой и асфальтобетоном. Однако на окончание участка не хватает не только времени, но и денег, говорят руководители области. На реконструкцию запорожской трассы не перечислено около 60 миллионов гривен. Чуть больше нужно на ясиноватскую развязку. Деньги попросят у Кабмина, а само строительство ежедневно контролирует служба автомобильных дорог. Они даже разделились. Начальник обл. Автодора на ясиноватской развязке, чтобы к евро ее пустить. А его первый зам на Запорожье, где база Керша, выезд на Запорожье, объездную этот участок. Вот это к евро в первую очередь хотим сделать, потому что это развяжет нормальный въезд в город с двух сторон. Строительство же, например, объездной дороги завершат уже после чемпионата, к концу года. И участок на запорожской трассе как раз станет частью магистрали. После его завершения обновят еще три. Одну из них подведут от поселка Песк и до улицы Кирова. Также в ближайшее время достроят трассу под Красноармейском и начнут реконструкцию объездной со стороны Макеевки.